Приветствую вас! Я бы сказал, что относиться к этому нужно, если вы сами не знаете, как к этому относиться, как к вашей семейной проблеме. На самом деле форма моей мысли здесь в том, что проблема заключается именно в незнании, в вашем незнании, как к этому относиться. Это и есть по сути та проблема, которая определяет то, что происходит сейчас с вашим сыном. Потому что если бы знали, как относиться к тем или иным проблемам, в том числе связанным с вашим ребенком, то я думаю, что таких бы проблем у сына вашего не было бы. Я конечно здесь не уверен, я конечно могу ошибаться в этом, но мне кажется, что так. То есть относиться к этому нужно именно как к вашей общей такой семейной проблеме. Вот. Это первое. Второе. Даже если вашему сыну действительно нужно обратиться к врачу, например, даже если, то в этом случае сделать подобное сделать подобное. Ваш сын может только сам, только сам. То есть ваш сын только сам может обратиться к врачу. Ваш сын может только сам что-то начать делать. то есть ваш сын только сам может поисследовать данный вопрос. и только самостоятельно он может его решить. Без вашего вмешательства, без вашей опеки, без ваших, без вашей помощи. А вам, в свою очередь, то есть задать себе вопрос примерно тот, который задал вам мой коллега Александр Товальчук. Вопрос заключается в том, почему проблема у вашего сына, но обращаетесь за помощью вы. Мне кажется, что было бы здорово. Было бы очень здорово, если бы вы постарались себе ответить на этот вопрос. Без обвинений, без каких-то вот таких, ну без негатива. Именно просто ответить себе на этот вопрос. Почему ваш сын сам за помощью не обращается? Почему вы с него обращаетесь вы? Это важно? Да. Это очень важно. Это влияет на то, как взаимодействует ваш сын с окружающим миром. Да, это влияет. Способны ли вы помочь ему, например? Да, способны. Способны. Вы способны ему помочь. Если проанализируете свою модель поведения. Если проанализируете то, как вы себя ведете с ним. Отчасти. Вы способны ему помочь. Только в этом случае. К сожалению, ни в каком, ни в каком больше. Только в этом. Вот, примерно так, я думаю, можно, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Может ли ему помочь психолог? Спрашиваете вы. Да. Психолог также может помочь вашему сыну. Но для этого необходимо его собственное желание. Скорее всего, появится после того, как вы подкорректируете свое отношение к нему. Я думаю, что ответ вам может быть именно таким. Я, конечно, не знаю. Я не могу знать. Я не знаю, какого ответа вы ждали от нас. Вот. Может быть, вы ждали чего-то другого. Может быть, вы ждали какого-то решения. Но, на самом деле, от того, что мы вам скажем что-то, вот, ну, сейчас, от того, что мы дадим вам сейчас такое обратное. Сейчас мало что изменится, на самом деле. Мало. Если честно, то совсем практически ничего не изменится, потому что сыну нужно самому хотеть что-то изменить себе. Вот. А он этого пока что не хочет. И мне кажется, мне так кажется, что не хочет он от счастья именно из-за вас, ну, вы влияет на это. На то, что он не хочет. Не хочет, чтобы ему помогали. Вот. Я вас не обвиняю. Сейчас вы не подумайте, чего плохого. Просто опыт. Просто опыт. По опыту говорю. Да. По собственному опыту. Техотерапии. Вот. Таким образом прислушайтесь к ответу коллеги Ковальчику Александру. Вот. Вот. Сейчас человек. Человек. Говорит. Это дело. Вот. Вам. Если вы хотите. ситуацию исправить, то двигаться придется в этом направлении. Так или иначе. Вот. То, что я могу вам на данный момент ответить. Вы можете сами начать психотерапию. Ваш сын заметит изменения. И это подвигнет его на самостоятельный перемер. Как же вы будете пытаться изменить его, не меняя себя. Ничего хорошего не будет. Опять же по опыту. Опять же по опыту. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго и удачи.